Сегодня в проекте «Свои люди» семья Килюшевых, их представители Лидия Александровна и Евгения Матвеевича. Познакомите нас со своей семьей. У нас 5 детей. Старшая дочка Нина. Затем у нас Виктория. Два малыша. Сын Владислав, сын Анатолий и младшая дочка Мария. Это ее муж Ростель. Еще внучка Екатерина. Дочь старшей дочери. Вночка первая. Да, старшая внучка Екатерина. Самый главный вопрос. Как вы решили стать многодетной семьей? Я сама выросла в большой семье. У нас в семье было 10 детей. 5 мальчиков, 5 девочек. Поэтому я тоже так думала, что у меня будет не один ребенок, не два, а больше. Потому что еще муж поддерживал меня, помогал, с детьми занимался, водил в походы. Я раньше тоже любила акробатику, и нас как бы это объединило. Объединило, и поэтому в детях вот этот спортивный дух. Также наши внуки продолжают. Старшая внучка Екатерина с двух лет занимается акробатикой. Кандидат мастера спорта. Да, кандидат мастера спорта. И вот еще двое внучок, Николь и Илья, тоже продолжают заниматься акробатикой. Уже начинают первые шаги. Получается, главный спорт пришел сначала Евгений Матвеевич, правильно, в акробатику? Ну, Евгений Матвеевич, да. Ну, я тоже в детстве любила акробатику, ходила в кружок. Потом у нас в городе не было акробатики, и когда я познакомилась с будущим мужем, я узнала, что он ведет акробатику в Благовещенске. И мы с ним познакомились. Мне нравилось то, что он воспитывает ветер, я его поддерживаю. Мы как раз жили в Котловке, и вот здесь, на берегу Белой, прошло, может, от детства наших детей, мы с семьей ходили, купали, рыбачили, подорали. И дети выросли как бы на природе. Евгений Матвеевич, девиз в вашей семье. Вперед, 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 пока идет, все, вперед. Хороший девиз. Нина, почему вы пришли к преподаванию акробатики? С самого детства я уже знала, что я буду как-то связана с воспитанием детей. Уже в пять лет я загадала, что буду воспитатель. Потом я решила стать учительницей. В итоге, в 15 лет, мама с папой даже не знали, я поступила в педколледж. И на отделение учитель начальных классов, плюс специализация учителя физкультуры. И я закончила учительницей начальных классов и хотела быть учительницей начальных классов, но физкультура и спорт, они всегда были рядом. Тут я устроилась работать в детский сад инструктором по физкультуре, в 16 садик. Это самое мое первое место работы. Коллектив был очень классный. Но папа мне говорит, все-таки ты такая спортивная у нас, тебе надо поступить в физкультурный институт. Получается, он мне это сказал весной, я сдала вступительные экзамены летом в БГПУ имени Акмулы. Меня это все сильно затянуло, тем более акробатикой в детстве папа с нами занимался и бегал. Наверное, все виды спорта он нам дал. И поэтому, поработав потом уже в 16 садике, поучившись в институте физкультурном, я поняла, что это вообще смысл всей моей жизни. Мне это нравится, я этим живу, мне нравится, что все мои родственники этим живут. Я вот всегда вспоминаю детство, мне было 5 или 6 лет, папа после работы, он работал, кстати, сварщиком, хоть он и был учитель физкультуры и математики, он вечером после работы был уставший, приходил, он купил мне белую куртку такую классную, может, это тоже меня как-то спровоцировало и сказал, мы будем бегать. И вот мы жили на улице Кирова, мы вечером, хоть дождь там было, хоть холодно, мы бежали по этим улицам, это первые, наверное, воспоминания из моего детства, связанные со спортом. Это о папе. А мама, она такой хранитель очага, потому что вот спортсмены, они вот бегают, приходят, им всегда надо есть, им всегда надо, чтобы было постиранное белье, это обязательно, чтобы дома было чисто, они же уже устали. И вот мама, она все это делает, это очень сложно на самом деле, когда пятеро детей, их надо обстирать, их надо накормить, их надо успокоить, они же все бешеные, если честно. Еще они и уроки делают, поэтому наши мамы с папой, я считаю, это для нас самые лучшие люди. Я их люблю, ими очень горжусь. И я рада, что они привели меня в спорт, в эту жизнь, в педагогику. Я люблю работать с детьми, наверное, я бы эту работу не поменяла ни на какую, потому что я была самой старшей в семье, я это помню с детства, как я играла с ними в школу, поэтому я, конечно, жалею, что у меня один ребенок, но в свое время, но также я и рада, что у меня есть ребенок. И вот все силы, которые они вот направляли на пятерых, я вот направила на одну. Пока вот так. Мамы с папой, это супер люди в этом, классно. Виктория, расскажи интересные моменты из детства. Я помню, как мы ходили в походы с родителями часто. И сначала, естественно, мы добирались в основном на ту сторону белой, шли с этими огромными рюкзаками. И плюс дети тоже у нас таскали. Потом на озере все раскладывались. И были такие интересные моменты, когда уже все вроде бы и накупались, и наелись, и мы вставали, и занимались акробатикой. Даже есть где-то фотографии с папой, есть с братьями, сестры. То есть парно-групповые виды. Пирамиды делали, или в воду прыгали друг с друга. То есть уже акробатикой занимались и на природе. Это была как игра, что ли. А потом уже это перешло в наше семейное занятие. И организовали секцию, и развивали. Владик, мы слышали то, что ты тоже преподаешь акробатику, верно? Ну, вернее, что я преподаю прыжки на батуте. И одной из дисциплин как раз-таки прыжков на батуте, это прыжки на акробатической дорожке в городе Уфа. Там востребование получается? Да. Здесь после окончания эпид-колледжа, в Лаговеченске не было места работы. Прошел по школам, прошелся по близлежащим деревням, в том числе и на поляну, и зяк, и там тоже не взяли. И один товарищ, мой одногруппник, поступил, нашел, пошел учитель физкультуры в Уфе и сказал заедь, там, Министерство образования, и спросить, там, может быть, есть какие-то места. И так я устроился с учительом физкультуры и после уроков преподавал акробатику. Ну, в частности, и прыжки акробатические, они тоже входили в эту же тренировку. После того, как прошло пять лет преподавания в школе, однажды на тренировке, я еще ходил на тренировку, сам занимался, однажды на тренировку, к нам пришли артисты цирка и сказали, хочешь ли ты работать в цирке. Таким образом, я уехал и поработал еще чуть больше года в Росгосцирке, да, в московской компании. Ну, мы ездили по городам, по всем таким городам, где есть стационарные цирки, такие, как в Уфе. Это все считается стационарным. Вы там акробатические номера показывали? Да, я там выступал на акробатической дорожке и также выполнял различные поддержки тоже акробатические. И когда уже работал в Челябинске, там я получил травму. Ну, думаю, что все-таки еще вернусь в цирк. Тренер в Уфе сказал, давай, нам нужны такие-то, нам нужны мужчины, потому что, как правило, если заметили, да, здесь тоже акробатику пропадают и прыжки на дорожке тоже женщины, мои сестры. Там, в Уфе, акробатика, там только один мужчина преподавал на тот момент. И как раз-таки я подумаю, что это очень будет актуально, поскольку и мой дед, получается, как двоюродный дед, он дядя моего отца, а он основатель акробатики в Республике Башкортостана. Я подумаю, что это действительно очень важно продолжить свои корни. Тут согласна я с вами. Интересное дело. Жаль, что не везде востребованы пока, но опять же пока. Нет, это сейчас очень набирает популярность, потому что акробатика – это своеобразные трюки. Они включаются, как во многих фильмах, можно всегда заметить, да, если в фильме идет, там, особенно, какой-то боевик или фантастика, там много этих трюков. Также это очень актуально для танцоров. Это очень принимают часто эти упражнения футболисты, хоккеисты, те, кто занимаются единоборствами. Поскольку акробатика, она является… Если легкая атлетика – это королева спорта, то акробатика – это азбука спорта. Тот вид, с чего вообще начинается любой вид спорта. Он развивает координацию, ловкость, ощущение себя в пространстве и развивает самые-самые необходимые навыки. Такие, как, например, гибкость – это вот подвижность, хорошая подвижность в суставах, что, в свою очередь, дает очень техническое исполнение любого общего упражнения. Яркое воспоминание из детства. Яркое воспоминание из детства – это, наверное, поход, когда мы ходили все вместе, в том числе и мама, и папа, и сестры. Еще приезжали из Уфы родственники, и вот все вместе мы шли, помню, в грозу, мне надели котелок на голову, шел град. Это было… Это вот незабываемо. Всегда вот это, когда яркое самовпечатление детства – это амно. Анатолий, а вы чем больше всего любите заниматься? Я больше люблю заниматься с тяжестями, то есть поднимание гантелей, штанги, вот гири. Я тоже раньше вообще-то начинал заниматься акробатикой, но более на таком, можно сказать, уровне, общий развивающий уровень. Вот меня тоже отец приводил на тренировки, вот, и я сначала просто смотрел, а потом уже, когда у него уходили, его ученики, я тоже пытался что-то делать. Заниматься? Да. Вот. А потом мне предложили уже профессионально заниматься штангой, и вот я подумал, что там больше уже, как бы, перспектив, именно как в профессиональном спорте, и стал там заниматься, и результаты пошли. Вы являетесь мастером спорта, верно? Да. Вот про это можешь рассказать? Вообще я занимаюсь пауэрлифтингом среди инвалидов, вот, паралимпийский вид, и меня позвал туда тренер Борис Иванович Шейко, вот, он начал заниматься с инвалидами паралимпийцами, вот, и в 2008 году я начал тренироваться, и уже в 2011 я выполнил мастер спорта. Получается, с 2011 года вы уже мастер спорта? Да. Единственная в семье мастер спорта. Все кандидаты, а вы единственная, получается, мастер спорта. Да. Вот я думаю, не только ваша семья гордится вами, но и весь наш город, потому что мало таких достижений в городе, ярких и важных, как у вас. Анатолий, самые яркие воспоминания вашей победы? Побед, как-то можно сказать, у меня было множество, да. Ну, такая победа, наверное, то, что я преодолел вот эти все психологические какие-то барьеры, то, что я родился не такой, как большинство людей, да. Вот. И благодаря спорту, вот, я стал чувствовать себя как-то более раскованно. Вот. И, ну, с меня снялось вот это все напряжение какое-то психологическое. И как-то уже стало легче. Ну, и в жизни как-то не стало уже унывать, можно так сказать. Что вы могли бы пожелать нашим зрителям? Я желаю нашим зрителям, жителям нашего города, чтобы они занимались физкультурой и спортом, не сидели дома. Вот. Самое яркое достижение? Самое яркое достижение. Не знаю, таких прям очень ярких достижений, наверное, в моей спортивной карьере, я считаю, не было таких очень ярких. Ну, наверное, это было выполнение норматива кандидата в мастер спорта. Я впервые выполнила его в восьмом классе, я стояла в тройке, нижней. И мы выступили на соревнованиях, мы, получается, в составе занимались всего где-то 3-4 месяца, ну, где-то 3 месяца, и уже поехали на соревнования свои и выполнили разряд. То есть, ну, для нас это была очень радостная такая новость, хотя тренер нас ругал, что мы плохо выступили, но разряд мы свой выполнили. Да, я вообще тогда занималась. Как ты познакомилась с мужем? Поняла, что он, это именно он. Моим мужем, растаем, мы познакомились в университете, я пришла 1 сентября, ну, как, уже учиться, я поступила и увидела своего мужа, и сразу поняла, что мне надо с ним познакомиться. Правда, что там она говорит? Познакомились? Правда говорит? Да, конечно, бегала за мной постоянно. Это шутка. Смотри, я так уже не выражусь, я тебе честно. Как ты понял, что она эта та единственная? Единственная догналась. Ну, общались, ну, получается, познакомились, и я решил просить на свидание. Потом мы уже погуляли по Уфе, там разговаривались. Ну, я подумал, что, наверное, надо общаться дальше и друг друга понять лучше, и мы поняли, и уже полюбили, и любовь, как можно растало. Сколько вы уже счастливы в браке? Один год почти. Нет, еще года, что бред? Почти, я сказала. Почти год. Расскажите о своем деле. В прошлом году я участвовала в конкурсе «Начни свое дело» и, получается, представляла проект «Школа акробатики». Это школа для детей маленьких и для семейной акробатики, то есть занятий родителей с детьми. Ну, я удачно выступила, защитила этот проект, и у нас в городе уже реализовывается данный проект. То есть у нас есть и акробатика для малышей и семейная акробатика. Муж тебя в этом поддерживает? Муж меня очень сильно поддерживает, всегда помогает мне во всем. Оборудование особенно носить, потому что оно довольно-таки тяжелое. Главный берешься? Да. Вип-персоны. Да. Ну, он всегда меня поддерживает, и даже когда был этот проект, он пришел за меня болеть. Как бы, мы готовились вместе к выступлению, он мне что-то подсказывал, и направлял меня, чтобы я не боялась, и, ну, как, все, что я хочу показать людям, ну, говорила это, не стеснялась. Рустам, девиз вашей семьи. Наверное, все-таки. Вашей семьи. Я думаю, наш семейный девиз это быстрее и выше, сильнее то, что есть в олимпийском виде, в спорте, точнее, в олимпийском движении. И мы стараемся переделаться этого олимпийского движения. Мне нравится девиться. Ты тоже в спорте? Да, конечно. Ты чем занимаешься? Вообще, я, получается, учился в республиканской школе интернет-спортивного профиля 6 лет. Там я занимался единоборством, это бокс был. Но увлекаюсь по большей части еще и техническими видами спорта, такими как мотокросс, автокросс. Мне вот нравятся такие виды спорта тоже. То есть, я более такой разносторонний, мне нравится проявление спорта во всех его видах. Но у вас же все равно главное спорт. Спорт в вашей семье на первом месте. Это то, что будет двигать, я считаю, общество в будущем обязательно. Девиз семьи Килюшевых В здоровом теле здоровый дух! Машина!